Всем привет, если мы с вами не знакомы, это меня зовут Оля, я фотограф в Москве, и я думаю в этом влоге будет много разных мест, когда мы с вами отправимся. Сейчас, например, мы пришли в Третьяковскую галерею, которая классическая, и также, я думаю, будет много кафе и всего самого интересного, в общем, я буду себя развлекать и образовывать всеми способами, так что оставайтесь со мной, сразу подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. Ну, а мы с вами идем осуществлять мою маленькую мечту, это сходить в Третьяковку с аудиогидом. Вот так все это выглядит, мне далее сам гид, уши, вводишь номер картины и зеленую кнопочку. Ребята, это моя самая любимая картина у Врубеля, демон сидящий, посмотрите, у меня даже карточка такая же есть, я заказала в таком же дизайне, как и эта картина. Очень, очень красивая. Кстати, друзья, по всей Третьяковке есть такие коды на картинах, не на всех, но на многих, и можно прочитать описание картины. Доброе утро. Маленький. Друзья, ну что, добро пожаловать в новый день, я классно сходила в Третьяковку и за 2,5 часа, конечно, я не смогла все обойти, тем более с аудиогидом, я прошла только 13 залов, и сегодня у нас уже новый день, как я уже сказала. Мы гуляем с этим прекрасным пёселем, попозже расскажу, откуда вообще он у нас. Мы сейчас на ЦСКА, и сегодня у нас тут день молодежи, поэтому тут прям какая-то мега вечеринка. Друзья, маленькое включение из супермаркета, это очень странно, но я обожаю ходить по продуктовым магазинам, просто и не знаю почему. Мы сейчас в Ашане, покупаем, закупаемся продуктами, здесь у нас куча разных овощей, тут индейка, там ещё курица, какие-то фрикадельки для супа, сыр, сыр, там ещё колбаса, я люблю только вот такую вот, именно эту докторскую. А тут у нас ещё всякая штука, и самое главное, это вот такие вот красивые синие цветы, мне безумно понравились. Мы сейчас взяли кучу еды домой, которую несёт Андрей, конечно же, и он мне сделал вот такой вот красивый цветок. Естественно, я выбирала, и на кассе даже какая-то парочка сказала, вау, у вас такой классный цветок, сколько стоит и так далее. Думаю, то, что сегодня приготовлен на ужин поздний, уже сегодня, сейчас время 11 вечера, приготовлю лосось в духовке, и суп с фрикадельками, вообще, это будет очень прекрасно. Я уже в собаке хотела рассказать, что это не наш пёс, мы у приятелей, его друзей Андрея взяли собаку на время, пока не уехали отдыхать в Анапу на две с половиной недели, так что у нас такой небольшой тест-драйв жизни с собакой, мы ещё очень давно хотели завести её, но это огромная ответственность, конечно же, и поэтому это очень классно, что у нас есть возможность попробовать и понять, вообще, в правильном случае нужно нам это или нет. Мы пришли домой, давайте сейчас с вами приготовим рыбу. Первым делом я помыла Руди, конечно же, и сейчас уберём волосы. Сначала нам нужно её найти. Эту самую рыбу у нас просто два огромных пакета с едой. Вот ради чего мы собрались. Это два кусочка лосося. Стоили они 446 рублей. Цель на сегодня номер один — это сделать лосось. Это максимально просто делается. Значит, этот чудеснейший пакетик. Открываем его, и перед этим я открываю духовку, чтобы достать противень. Извините, что у меня такой небольшой беспорядок. Но в основном посуда не помыта. Сегодня мы тоже это с вами сделаем, я надеюсь. В общем, берём противень. Можно пока что включить духовку. Кстати, я не могла её ни включить, ни выключить. Изначально, когда мы сюда только заехали, я зашла на YouTube и ввела просто название своей духовки. И там всё появилось. Так что YouTube — это просто кладезь знаний. Далее, чтобы не пачкать саму противень, у меня есть такая вот история. Мы её с вами отрываем. Точнее, кладём и отрываем. Как всё это выглядит. Теперь мы с вами помоем лосось сначала. Кевин, всё это время. Маленький. В общем, друзья, мы с вами помыли рыбу. У нас теперь на противне два сочных мега кусочка чистых. Теперь мы с вами берём, во-первых, оливковое масло. У нас оно вообще из Аргентины. Но я уверена, что можно взять совершенно любое оливковое масло. И какой-нибудь перец. У нас это 4 перца. Вот здесь стоят. Обычно я ставлю на полку. Сначала польём всё это оливковым маслом. Это нужно для того, чтобы рыба была более такая сочная, мягенькая и так далее. То есть прям вот на рыбу я всегда так готовлю. И всё супер круто, вкусно получается. Буквально чуть-чуть. И затем мы, конечно же, берём и всё это дело перчим. Вот такая красота прям получается. Вообще очень круто. И давайте мы ещё с вами для полной картины. Я вспомнила, что у нас есть лимоны. Они вообще давно тут стоят. Я такая подумала, боже, ещё бы дольку лимончика положить вот на эту рыбу было бы вообще идеально. И потом я поняла, что у нас они есть. Так, я сейчас порезала лимон. Делаем последние штрихи. О, ля-ля. Ну, посмотрите, разве это не прекрасно? Что за чудо? Ну и всё, друзья. Теперь уже в разогретую даже духовку с вами этот противень. Отправляем, ждём буквально, не знаю, 20-30 минут, иногда меньше. Я никогда не засекаю время. Я всегда занимаюсь своими делами параллельно. Я подхожу, смотрю, насколько там всё приготовилось. И всегда всё получается круто. Итак, я поставила уже рыбу. Я думаю, на сегодня этого вполне достаточно. Ещё можно сделать салат. И всё. Супа сегодня не будет. Но я в этом влоге также покажу приготовление супа. Сегодня суббота. Вообще, я хотела, конечно, куда-то сходить. Но такая история, что не всегда свои планы и планы своих друзей совпадают. И вообще, особенно в будние дни, это что-то очень странное, потому что у меня очень много свободного времени. И я стараюсь направить своё внимание и фокус на обучение. Я сейчас прохожу курс Александра в Медведеву по фотографии. И, в принципе, мне есть чем заняться. Но когда ты работаешь, ты хочешь потом после работы прийти куда-то и отдохнуть. И поэтому не всегда получается после своей работы держать фокус ещё так же отчасти на работе. Сегодня был такой момент, когда я немножко как будто бы себя привела, потому что у меня не было компании, чтобы пойти в какой-то клуб под открытым небом. Будь то пауэрхаус, будь то яуза бланк или радио. Там суперметал. Короче, у меня есть целый список мест, в которых я уже побывала и в которых я хочу побывать. И раньше в какой-то момент я забила на всю эту тему, что тебе не обязательно идти с кем-то, если у тебя нет друзей или приятелей или компании. Я всегда шла. Но когда у тебя появляются отношения, отчасти сложно сказать, я пойду одна куда-то там. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вы ходите одни и сами куда-то. Я стараюсь сейчас возобновить эту привычку и не ориентироваться на других людей, потому что есть куча всего, что я хочу делать, пробовать, как-то развлекаться, либо обогащаться, будь то музеи, либо какие-то клубы, рестораны и так далее. И, в общем, мне интересно ваше мнение на этот счет. Сегодня я хотела пойти, но я подумала, блин, это со мной не пойдет, как так? И я поговорила с Андреем на эту тему, хочет ли он когда-нибудь сходить там куда-нибудь вдвоем. В принципе, он не против. В общем, нужно звать людей, проговаривать. Ну все, друзья, рыба готова. Влад тоже готов. Приятного аппетита, если вы едите сейчас. В общем, друзья, этот чай мне совсем не понравился. Я второй раз в жизни такое пробовала, и это не мое. А сейчас мы пришли уже в такое вот место, называется Буба. Поесть роллы в суши. Сидим на полулетненькие, полувнутри. Принесли сашими из лосося, очень красиво выглядит. И нам принесли роллы в Филадельфию. Посмотрите, какие красивые. Да? Да, если вам нужно просто в море. Если что-то, когда накармливаете, или как-то уходит. Кебаб будет в течение минуты. Друзья, уже новый день, точнее, сейчас даже вечер. И хотела сказать, что вчера был классный момент, когда... Ну, момент был не очень классный. Мне понравилась своя реакция, когда мы купили вот эти вот сулаки в сад Эрмитар. И они были офигеть какие невкусные. Об этом сказали все. Я просто откусила два куска и поняла, что с мясом просто что-то не то. И обычно я такого не делаю. Но я понимаю, что если объективно мне дали какую-то хрень, а мы за это заплатили деньги, то нужно об этом как минимум сообщить. Иногда, возможно, для своей выгоды. Просто мне было обидно, что 350 рублей отправились в помойку. Я даже не стала его выкидывать. Я откусила два куска. И никто не поддержал мою идею. Я такая думаю, блин, я сейчас к нему приду и скажу. Мне говорят, а что ты скажешь? И я прям чувствую, что я... Не то чтобы достойна этого, но я понимаю, что я права. И я 100% чувствую, что я хочу это сделать. И я прихожу, начинаю с ними общаться. И парень мне говорит, что у них типа всё нормально. И что он хочет, чтобы я была довольна. Поэтому он говорит, что вы мне предлагаете, как я могу загладить эту ситуацию. И я такая подумала, говорю, ну давайте мне тогда налейте пиво. Которое тоже стоит, в принципе, 350 рублей. Тем более мне оно понравилось. Это была Милков Амнезия. Я его до этого пробовала. И сейчас мы тоже его взяли. И он мне просто наливает бесплатно пиво. Берёт мою невкусную питу. Мы делаем такой обмен. И я счастливо иду с этим пивом. Даже нет самого пива от того, что мне что-то было нужно. Как-то сказать то, что мне что-то не понравилось. И это настолько классный инсайт. Даже не для того, чтобы получать выгоду. А хотя бы для того, чтобы просто отстаивать свою точку зрения, свои границы. Причём я очень вежливо говорила. Это не было какого-то крика, какого-то ругательства. Просто я поздоровалась, говорю, добрый вечер. Вот, знаете. Так-то, так-то. Короче, я очень вежливо говорила. И, в принципе, была благодарна этим сотрудникам. А сегодня я не снимала влог в этот момент. Я сегодня встречалась со своей давней подругой по аниматорству. Это тоже был такой интересный достаточно момент. Потому что мы с ней познакомились в Анапе, когда работали аниматорами. Ещё там 4 года назад, наверное, или больше. Я не помню. И мы постоянно встречались как раз-таки по работе в Волкограде, в Анапе, в Подмосковье, где мы только не работали. И раз там в год мы где-нибудь видимся в разных странах или городах. И, честно, приехала ненадолго в Москву. И сегодня мы гуляли на Патриарших прудах. Вспоминали былые времена. Короче, это очень классно. Это отдельный такой сегмент моей прошлой жизни. У меня, кстати, даже вместе с этой Машей есть влоги на моём канале в скрытых видео, так скажем. Это в плейлистах где-то. И это очень классный период в моей жизни. В плане того, что там были такие контакты, такие друзья, которые из твоей какой-то параллельной немножко жизни. Так что, если кто-то собирается полехать работать отельным аниматором, то очень даже рекомендую. Так проходит наш вечер. Да? Сейчас спать будем. А Кевин, походу, не хочет спать. Какой хороший пёс. Какой хороший пёсик. Кевин Огурчиков. Я тоже сниму. Надеюсь, не видно. Друзья, привет. Сегодня мы пришли в Тальяну. И как я вам вчера рассказывала, мы наконец-то пришли через сроки. Не то чтобы наконец-то, но эта аниматорская жизнь не отпускает. В общем, Маша, мы с ней были миллион тысяч раз в разных городах по работе аниматором. Тут ещё Машина сестра. Наташа, привет. Она тоже начинающий блогер. Я оставлю ссылочку в описании, если она выложит наконец-то свои видео. Она уже снимает с сентября месяца и пока что ничего не выложила. Кстати, у тебя есть канал? Канал есть. Канал на ютубе. Есть? Нет. Нет? Ну давай ты создашь канал в течение этой недели. Скинешь мне ссылку и я её тоже скину сюда. Вот, мы в Хука Плейс. Так что вот с друзьями можно сходить вот сюда. Так, нам принесли еду. Очень красиво выглядит. Это хендроллы с тунцом, икрой. Я себе взяла бурату с томатами и по пиву. Сейчас ещё Андрею принесут его блюда. И такой уютный интерьер тут. Если вы думаете о том, что делать, конечно, для этого надо слушать народу, чтобы мы не настаиваем. Так, обувь тоже, да, здесь спит? Да. Ну, может, я тут где удобно. Уже когда откатаешься, пофоткаемся? Я думаю, это буду не так, как говорят. Наконец, ехали. Ну, потом можете свою включить. Ой, можно ваш? Или, Полина, у тебя есть какие-то предпочтения? Ну, можно рекорд какой-нибудь включить. Не знаю. Ну, давай. Я просто не смогу записывать. Видео, если только ушло, она переключится. Ну, вы можете включить или вы не купите. Так вот. Музыка Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Так встаем или нет? Добро пожаловать! 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 С того с учетом того, он любит сумки Сум Брендовое дело Мне не нужно знать компании Но для меня это очень приятно. Смотрите на эту малышку просто, такая пусечка, господи. Такая маленькая сумочка, ну как маленькая, сюда в принципе все влезет, все что нужно. Снимем этикетку, в общем здесь два ремешка, один такой небольшой на цепочке и с кожаным плетением, маленький ремешок и один такой большой, который можно в принципе снять, и еще плюс в том, что он, большой ремешок, регулируется. Я уверена, что вообще буду носить этот большой ремешок, планирую носить как маленькую сумочку, здесь логотип с этой стороны, с этой стороны есть небольшой карман. И далее растягиваем главное отделение, здесь вместе с ней пыльничек, такой вот гиас, куча бумаги, штучка. Друзья, тут еще маленькое отделение, здесь такой потайной кармошек, здесь логотип гиас и с другой стороны еще такое отделение для карточек. О, господи, да, детка, правда, чувствуется, как все качественно сделано, там еще внутри есть этикетка с QR-кодом. Вот, видимо, это какая-то история про подлинность, такое внутри брендированная ткань, господи, о, да, детка, боже мой, и она сама такая плотная, то есть, мне кажется, она держит форму, но мне не кажется. Боже мой, как я рада просто. Я думаю, что обозначить ее просто вот так. Сучка моя. Так, тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Да, да, да. В общем, мне она безумно понравилась. Я безумно еще рада, что, я очень рада, что я смогла купить ее на хорошие скидки, и там на сайте Ла Мода есть еще скидки на другие сумки РГС, в общем, я не устояла. Мне понравилась одна более большая, я обычно хожу с большими сумками, я выбрала одну, надеюсь, то, что, может быть, мне с ней даже получится ходить на работу, у меня камера зеркальная, объектив, синхронизатор, батарейки, в общем, я надеюсь, что будет даже получаться весь этот комплект уместить в ту сумку, и я сегодня эту купила сама, а вторую сумку мне уже очень жалко покупать, и она стоит дороже, чем эта, и Андрей мне ее подарил. А сейчас я уже оформила заказ, и скоро мне придет еще вторая сумочка. Ой, я просто очень рада, поэтому пусть она здесь постоит немножко. В общем, друзья, насчет VX Surfing, которые выходили пару дней назад, я вам показывала в этом влоге, хочу сказать, что мы ездили на то же самое место, что и в том году, и почему-то в этом году мне было как-то страшнее, плюс, может быть, это от инструктора также зависит, и когда я первый раз ехала, я была все равно более расслабленная, я не знала, что меня ждет, а в этот раз я знала, что меня ждет, и что это не самое простое, у меня сейчас до сих пор болят мышцы, руки в том числе, потому что меня дергало иногда, и я, конечно, еще не научилась прям полностью чувствовать под собой доску, как, например, когда я катаюсь на скейте, у меня небольшой такой, можно сказать, пенни от фирмы Airbor, он очень классный, городской, там мягкие колеса, до этого я еще много времени каталась на скейте, даже у меня получался трюк Олли делать, в общем, доску я с собой отлично чувствую, а вот доску водную эту я еще не чувствую, и всю дорогу я не могла давить на носочки, а правильно давить на носочки, и несмотря на то, что мы посмотрели видео заранее, как все правильно делать, еще в том году мы смотрели, в этом году мы смотрели, все равно у меня были некоторые сложности, но проехаться получилось достаточно времени, мы брали сет на 15 минут каждая, и за эти 15 минут ты так сильно устаешь, что первые разы на большее времени брать сет просто бессмысленно, и в этот раз я почему-то боялась, поэтому у меня были скованные боли от движений, когда у меня получалось как раз-таки давить на носочки и вруливать в центр волны, мне становилось страшновато, и те видео, где люди классно маневрируют ну так, направо, налево, это нужно чувствовать, потому что, конечно, у меня что-то получалось, но у меня был страх, и когда я даже подъезжала к лодке, которая передо мной, я сразу как-то начинала бояться, отъезжала дальше, и уже меня дергал этот трос, но у меня есть такой запрос и желание больше кататься на вейксерфе, я прям очень сильно этим горю, и так что, если что, приглашайте меня покататься, и надеюсь, за это лето еще получится пару раз прокатиться. У меня фотографии доимпортировались, я, как говорила, я сегодня работала 5 часов, поэтому мне нужно сейчас будет раскидать все по папкам, скинуть на почту, и потом уже ретушеры будут все это делать. Скинула уже на компьютер, выгружаю фоточки на Яндекс.Диск. Кевиносик, мы его прозвали Кевин Огурчиков, ему можно только его корм и попки огурчиков. Да? И так похрустим с тобой. Сейчас я уберу всю эту историю, нарезал ему тут огурчик. Наверное, так много, конечно, не надо. Ой, я так его люблю, у нас осталось еще 5 дней, его уже заберут хозяева. Как его тут не баловать, да? Кевинусик, Кевинусик. Дай лапку, Кевин, дай лапку. Молодец, молодец. Давайте я вам покажу пару штучек, которые он знает. Кевин, давай покажем всем, а? Кевин, сидеть, Кевин, сидеть, сидеть, Кевин, сидеть. Молодец. Лежать, Кевин, лежать, лежать. Ты хороший пес, да? Как мы его полюбили за эти дни вообще, вы не представляете просто. Да, Кевинусик? Ой, ты малыш, малыш, любимый, хороший зайчик. Извините за странное освещение, я наконец-таки дошла до кальяны, которая находится в нашем доме. Я, на самом деле, все мечтаю попасть на козырные места, но их забронировали. Это вот там, видите, это вся кальяна, я сижу тут. В принципе, неплохо. Козырные места, они находятся там, и у меня прям вот огромные окна. У тебя вид на улицу. Мне кажется, что это просто прекрасно, и они все время заняты. Несли мое пиво, будем пробовать. Неплохо. Друзья, никого не было, я переместилась на это козырное место, просто безумно, безумно хотела здесь побывать. Ну, просто так попросили, почилить, и не знаю. Вот именно за этим место, потому что я живу рядом, и я всегда прохожу его, и всегда смотрю на этих шестидчиков, которые я здесь сидя. Следующий день, у нас сегодня последняя прогулка вечерняя с Кевином, и сегодня его уже забирают хозяева, к сожалению. Я очень хотела, чтобы это было завтра хотя бы, но все хорошее когда-то заканчивается. На самом деле, как-то очень незаметно эти дни прошли, и все-таки мы поняли, что пока не будем заводить собаку. Как-то всю большую часть ухода взял Андрей, он больше ходил с ним гулять, особенно по утрам, особенно сегодня. Кевин разбудил его вообще в пять утра, а у меня была работа утром тоже, но не в такую рань, конечно. И если бы я вставала, то я бы, наверное, не выспавшаяся, приехала на съемку. В общем, хотя бы этот момент сможет, конечно, график перестроить. И Кевин в какие-то моменты перестроился под нас, и он вставал в 12 дня. Вот, но дело не только в этом. Кевин Джон, Кевин Джон, улыбнитесь. Только Кевину покоряюсь. Кевин! Погоди сюда. Жуковский. Жуковский! Друзья, мне сегодня еще пришла моя сумка вторая с Ламоды. Опять же, забирала я ее в пять пост, сделала тут небольшую дырочку, чтобы проверить, она ли это вообще. Давайте вместе посмотрим. Моя красотка! Оу, да! Посмотрите, какая классная! Боже мой! О, да, детка. В общем, она оказалась очень крутая. В принципе, она оправдала мои ожидания. Здесь одно вот такое большое отделение, состоящее из двух небольших. Тут есть пыльник. Тут есть еще куча бумаги. Да, это просто бумага. Здесь у нас пыльник для нее. Здесь еще одно отделение. В общем, тут много таких небольших отделений. Для каких-то важных, ценных вещей. И здесь еще есть такое второе отделение, просто небольшое. Вот, достаточно вместительная сумка. Я думаю, даже камера моя влезет. Давайте проверим. Конечно, обычная камера ношу еще в чем-то. Так, ну, как вариант, она хотя бы туда помещается. Можно что-то будет, наверное, придумать. Или вот сюда лучше положить. О, да, супер. О, господи, как круто. Я наконец-то смогу ходить с сумкой на работу, а не с рюкзаком. В общем, она мне очень нравится. Моя малышка. Красотка просто, да. Напишите в комментариях, как вам, какая больше сумка понравилась. Маленькая или вот эта большая.